Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, традиционно уделяем несколько минут утром на открытие, практически открытие, очередной торговой сессии, чтобы оценить ту ситуацию, которая сложилась за прошлые торги и, соответственно, понять, с каким фундаментом мы идем дальше. Сейчас оценка ситуации как никогда важна, поскольку мы уже, по сути, второй день торговый, полноценный, живем после факта случившегося Брекзита. На текущий момент это остается ключевым событием финансовых рынков. Я думаю, что пройдет немало времени, прежде чем мы уберем эту идею про запас и переключимся на какой-нибудь другой фонд. Начнем мы традиционно с той динамики, которую показывает рынок нефти. В частности, к лос прошлой торговой сессии по Brentu 48.11. Сейчас актив торгуется с небольшим приростом 48.47. Говоря про минимумы вчерашнего дня, они были гораздо ниже уровня 48.11. В частности, мы в моменте даже констатировали пробой поддержки, которая значилась на отметке 47.50. И хорошо, потому что в данном случае мы освидетельствуем вместе с прочими участниками рынка тот факт, что нефть находится под давлением. Конечно же, ориентировались на другой фундамент. То, что он мог бы оказаться определяющим для коррекционных идей и стать причиной ослабления всего рынка углеводородов. Но ситуация оказалась иной. Помог нам как раз Брекзит. И я очень надеюсь на то, что этот новостной фактор окажет еще большее влияние на ослабление позиций черного золота. Почему нефть слабеет на фоне факта случившегося распада Европейского интеграционного союза? Наверное, это риторический вопрос, который не требует ответа. Но, я думаю, абсолютно не сомневаюсь в том, что вы прекрасно понимаете, чем чревато подобного рода прецеденты. В данном случае мы говорим о том, что европейская мечта явно не состоялась. Вслед за Англией могут последовать другие регионы. Экономика погрузилась в период серьезной политической нестабильности. Что может сказаться на темпах роста, в принципе, мировой экономики и, соответственно, отдельных регионов тоже. На текущий момент, прежде всего ориентируясь на состояние промышленного сектора, можно говорить про промышленников из Германии, еврозоны и промышленников из Китая. В частности, они в один голос отмечают тот факт, что в предстоящие годы трейдерам стоит настраиваться на серьезный спад промышленного производства, на серьезное снижение потребительской активности и ухудшение торгово-партнерских связей. Но если мы будем говорить непосредственно об этих отношениях в рамках ЕС, то уж здесь наверняка будет что-то очень печальное, на что мы обратим внимание. Но самое главное сейчас мы уже понимаем, чем чреваты подобного рода прецеденты. Если речь заходит о состоянии промышленного сектора и, к сожалению, нет оснований надеяться на то, что он останется драйвером для немецкой экономики и для еврозоны, можно говорить о том, что спад промпроизводства и ухудшение состояния этой отрасли придет в конечном счете к серьезной просадке по спросу. Это очень важный момент, потому что каждый раз, когда мы долгосрочно возвращаемся к идее торговли черным золотом, мы с вами анализируем ситуацию со спросом и предложением. Вы помните то, что первую часть 2016 года мы с вами активную ставку делали на то, что Китай еще не до конца отыгрался в плохом смысле этого слова. И то, что Китай будет подрывать спрос на энергосырье, хотя, если говорить совсем точно, Китай за последние месяцы показывал очень нехилый объем потребления, но я думаю, что ситуация может измениться. Сейчас у нас есть уже другой фактор нестабильности расхождения спроса и предложения, и этот фактор нестабильности, опять же, распад Европейского интеграционного союза. Спрос будет оставлять желать лучшего. Что касается предложения. А вот в контексте данной категории у нас есть также сигналы, указывающие на то, что количество нефти будет увеличиваться. Про Нингерию мы с вами вчера говорили. То, что окончанием Бест-откновений стало причиной возобновления производства, развертывания прежней нефтяной инфраструктуры. И сейчас уже нет опасений за то, что очередной конфликт может привести к сбоям. Ну, конечно же, это возможно. Но в любом случае мы ловим новости, которые сейчас появляются в СМИ. И эти новости указывают на то, что Нигерия сейчас планомерно наращивает прежние объемы производства. Выросла планка выработки в Саудовской Аравии, в Иране, прочих многих государствах ближневосточного картеля. И мы знаем то, что сейчас, помимо всего прочего, на фоне того же самого Брекзита идет спешный пересмотр прогнозов по росту отдельно взятых регионов и мировой экономики в целом. Здесь я хочу, собственно, сделать акцент на Международный валютный фонд, который вчера понизил прогноз роста мировой экономики на 0,2%. Это, на мой взгляд, очень много. И это еще не предел, поскольку никто не знает, каким последствиям в конечном счете приведет Брекзит, потому что такого еще не было. Возвращаясь к позициям черного золота и к тому, что же стоит ожидать от этого актива дальше. Я думаю, на фоне того, что я уже сказал, понятно, что мы продолжаем делать ставку на снижение. Сегодня в 23.30 данные по объемам запасов нефти США по версии АПИ. Смотрим за цифрами. Если коснуться ожиданий, то, скорее всего, запасы снова просели. Но я думаю, что этой статистике вряд ли удастся побороть общий фундаментальный негатив, который связан с выходом Англии из состава ЕС. Вот на этой теме мы давайте продолжим с вами кататься и дальше. Серьезный фактор для слабости позиции углеводородов. И если на рынке присутствует таковой, давайте его отыгрывать. Следующая цель по бренду. Я очень надеюсь, что за текущими уровнями последует пробитие все-таки поддержки 48. И мы с вами двинем к следующей цели 47, за которой последует потом и 45 долларов за баррель. Российская валюта 65 рублей против доллара. На фоне, опять же, укрепления нефти, которое мы наблюдали некоторое время назад, мы видели, как рубль, собственно, оказался ниже поддержки 65. Сейчас консолидация рядом с этим рубежом продолжается. И здесь нужно сделать абсолютно оправданный, логичный вывод. То, что именно корреляционная связь, она, в принципе, является сейчас определяющей для динамики рубля. И мы понимаем то, что если бренд нащупает основание для ухода в район 47, тогда рубль снова вернется выше 67. Другого новостного фона, как недели назад, двумя неделями ранее сейчас нет. Хорошо, что Центральный банк России все-таки сейчас решил воспользоваться текущей ситуацией, связанной со снижением индекса потребительских цен и понизил ставку рефинансирования. Это было несколько недель назад. Позитивный фактор для национального рынка, но все равно 10,5%. Актуальная ставка, она, конечно же, высока. И, мягко говоря, создает для многих непосильное время с точки зрения обслуживания своих долговых обязательств. Для российской экономики локально это положительный фактор, но для того, чтобы оценить, каким последствиям он приведет, нужно, чтобы прошло больше времени. Поэтому сейчас давайте об этом не будем говорить, смотрим за нефтью. Если присутствует ожидание того, что актив черное золото может просесть, значит и рубль также не исчерпал свой потенциал девальвации. Российская европейская валюта против доллара. Актуальные котировки 1,1055. Вы помните то, что вчера, после того, как пара евро-доллар постфактум референдума в Англии достигла поддержки нашей цели 1,10, мы пришли к выводу о том, что даже несмотря на наличие объективных предпосылок, которые средний и долгосрочный указывают на то, что евро непременно пойдет к следующей поддержке на уровне 1,05. Мы с вами решили сыграть на повышение и поставили уровень стоп-лосс на отметке 1,0950, а цель по тейп-профиту 1,12. Сейчас мы видим то, что евро растет хорошо. Хотелось бы добраться сначала до нашей цели 1,12 и уже только после этого собраться с силами и двинуть, соответственно, с прочими медведями к отметке 1,05. Большую часть вчерашней торговой сессии мы наблюдали, как евро находилось под вполне оправданным фундаментальным давлением, поскольку резонировало от факта распада Европейского Союза. До этого были, конечно же, предположения, что первой ласточкой подобных изменений, по сути, политического ландшафта может выступить Греция. Наши предположения, точнее не наши, а всего рынка оказались неверными, потому что первой ласточкой выступила Англия. Именно с нее все началось. Я считаю то, что если среди вас есть долгосрочные трейдеры, уверен, есть, вы уже находитесь в коротких сделках и можно даже не размениваться на вот этот краткосрочный потенциал снятия слева, предполагающих торговлю сейчас на повышение. Эта идея актуальна для тех, кто предпочитает использовать и краткосрочные уровни, и возможности. Долгосрочный евро находится под давлением. Я уверен, что вот этот потенциал нисходящего кода, он еще далеко не реализован. Почему? Потому что выход Англии из ЕС провоцирует серьезную неопределенность, приведет к спаду экономического роста в рамках еврозоны и может развязать руки для ИЦБ, чтобы они поспешили, поторопились с задействованием новых мер экономического стимулирования, чтобы хоть как-то помочь экономике. И действительно, как я уже отметил в начале этого брифинга, уже много говорили немецкие промышленники уже постфактум Бреста, что промпроизводство, к сожалению, не станет, точнее не сохранит за собой статус локомотива для экономического роста, потому что дальше будет только хуже. Ситуация по принципу цепной реакции негативно распространится сейчас на многие рынки, на развивающиеся площадки, которые являются одним из основных рынков сбыта для немецкого бизнеса. Поэтому есть основания, которые сейчас объективно указывают на то, что снизится и потребительский спрос, и торгово-партнерские связи укушатся, просядет динамика экспорта. И в целом это может стать причиной того, чтобы ИЦБ снизил процентные ставки, либо расширил программу количественного смягчения. Некоторое время назад Драги ясно дал понять то, что в арсенале ИЦБ есть достаточно много инструментов, которые могут быть задействованы в случае ухудшения экономической конъюнтуры. Но мы сейчас прекрасно понимаем то, что именно это и случилось. А значит, Драги следовало бы держать свои слова и, соответственно, выполнять свои обещания. Много трейдеров ждут от него вот этих дополнительных действий. Я думаю, что без них уже европейская экономика не обойдется. На этой неделе, как я уже отмечал, у нас актуальные цифры по инфляции. Давайте дождемся эту статистику. В частности, по еврозоне она выйдет в четверг. Посмотрим, как обстоят дела с потребительской активностью. Но в любом случае, какой бы ни вышел отчет, мы знаем то, что уже спустя квартал ситуация будет еще хуже. Когда ИЦБ проявит себя во всей красе, это большой вопрос. Но я думаю, что даже ожиданий того, что это неизбежно, уже достаточно для долгосрочных трейдеров, чтобы держать короткую позицию. И, соответственно, есть основания дождаться того самого уровня, которым мы руководствуемся. Это поддержки на отметке 1.05. Но для краткосрочных, как я уже отметил, у нас пока цель 1.12. От нее не отказываемся. И хорошо, что евро продолжает расти. Далее идем. Фунт против американской валюты. Сейчас котировки 1.32.74. Вчера также понимают, что был велик соблазн торговли этим активом. Но я все-таки предложил вам поддержаться в стороне. Потому что волатильность по фунту точно будет существенной. Несколько фигур за день – это как пить дать. Поэтому я предложил вам либо воспользоваться сложенным ордером, до которого пара вчера не добралась. И то, что доберется сегодня, вероятность крайне низка. Потому что, учитывая актуальные котировки и то, что наш отложенный ордер был выставлен на отметке 1.35.10, получается, что до уровня больше 200 пунктов. Хотя все может быть. Перетаскивать этот отложенный ордер не стоит. Что касается коротких сделок, ну, я думаю, что кто-то из вас непременно рискнул и получил неплохой профит. Давление на фунт было серьезным. Оно сохраняется. И, в целом, оно связано с тем, что фунт просто отыгрывает статус главной фундаментальной жертвой рынка. И дальше, скорее всего, будет только хуже. Главный вопрос, который сейчас стоит на повестке обсуждений – это когда же будет инициирована процесс по поводу выхода Англии из ИС. Прежде чем он начнется, нужно, чтобы Англия применила положение 50-й статьи Лиссабонского договора. Я думаю, что произойдет это в ближайшее время. Европейские партнеры настоятельно призывают Англию начать делать это, поскольку именно Англия должна принять решение об этом. И без инициирования, собственно, этого механизма дальнейшие переговоры попросту невозможны. Вчера Джеймс Кемерон, который, в принципе, еще сохраняет за собой статус руководителя региона, отметил то, что запуск этого процесса начнется в ближайшее время. Повторные референдумы не последуют. Это создало дополнительное давление на фунт. И еще фунт пострадал также и от спекуляции на тему того, что в ближайшее время, в ходе, может быть, июльского заседания, либо августовского, Банк Англии может принять решение даже о снижении процентной ставки. Чтобы, точнее, не чтобы, здесь, ну, понятная причина. Конечно же, они хотят помочь национальным производителям, хотят выработать новые условия, которые будут более приемлемы для того, чтобы английская экономика, будучи самостоятельным регионом, уже адаптировалась с точки зрения сотрудничества с другими регионами. Но мы понимаем то, что снижение ставки будет чревато девальвации курса национальной валюты, то есть фунта, и в целом подстегнет рост инфляции. С другой стороны, я хочу отметить то, что текущие котировки по фунту и даже вчерашний минимум, который был на отметке 1.31, 31-летний минимальный рубеж, указывает на то, что с локальных максимумов пара за несколько торговых сессий потеряла уже 2 тысячи пунтов. Это много, конечно же. И разумеется, такая девальвация уже приведет к росту индекса потребительских цен спустя какое-то время. Но обычно на это требуется квартал с небольшим. И если инфляция продолжит расти, тогда разумнее будет вернуться к идее, которая будет связана с возможностью ужесточения монетарной политики. Я понимаю то, что пока вероятность этого крайне низка, но поскольку рынок любит такие спекулятивные темы, может быть в любой момент, что трейдеры начнут отыгрывать этот фундамент в качестве позитивного фактора. И может быть, учитывая то, что фунт растет на азиатской торговой сессии, это как раз и связано с тем, что подобные предположения уже закладываются в основу трейдинга. Я по-прежнему призываю вас к тому, чтобы держаться от этой пары подальше. В любой момент волатильность может усилиться и оказаться разнонаправленной. Но если хочется подальговать, сохраните тот отложенный ордер, который мы с вами выставили вчера, это ByteStock на отметке 1.3510. И еще отмечу то, что после Брезита, собственно, вчера проявили свою решительность рейтинговое агентство, фича Modis и S&P, которые снизили рейтинг Англии и поставили его на негативный такой подтекст, то есть возможность пересмотра и дальше. Что может привести к перспективе также в ближайших месяцах серьезному оттоку капитала из английского региона. Но это все логичные последствия того инцидента, который произошел и который связан с все-таки выходом из ЕС. Я думаю, что то ли еще будет то. Другие валютные пары. Доллар японская иена не может никак преодолеть сопротивление 102 иены за доллар. Хотя мы видим то, что на японскую валюту сейчас по-прежнему присутствуют значительные спросы из-за вот этой ситуации в Европе, которая продолжает развиваться. И повышенный спрос, он сейчас характерен не только для иены, но и для облигаций, для рынка драгоценных медаллов. В частности, снова растет золото. Я думаю, что если бы Национальный банк Швейцарии не предпринял необходимости проведения валютных интервенций, то пара USD-свейс уже торговалась бы, возможно, ниже поддержки 0,90. Но Национальный банк Швейцарии оказался проактивным. Они вовремя оценили риски и последствия повышения курса национальной валюты, провели интервенции, тем самым резко ослабили курс швейцарского валютного актива. Точно подобные же меры мы с вами ожидали от Банка Японии, но, к сожалению, пока японский регулятор не проявил свою решительность, может быть, это вопрос ближайшего времени, тем более, что подобный шаг был обещан. И я уверен, что чем ниже сейчас пара USD-свейс спускается, тем больше вероятность того, что Банк Японии все-таки анонсирует новые меры экономической поддержки, ну или, по крайней мере, проведет интервенцию. В частности, вчера рейтер сообщил, что в буквальном смысле Банк Японии держит руку на кнопке расширения программы количественного смягчения как минимум на 10 триллионов йен в год. Пока это только рыночное обсуждение, дальше слов не пошло. Мы не видим той самой обещанной решительности, но понимаем то, что чем чревато сейчас занятие короткие сделок. Потому что если мы сейчас поставим на ослабление американца против японской йены и замахнемся, возможно, на тестирование снова 100 йен, пробитие этой поддержки и ухода пары там в район следующих уровней 0.98-0.97, вы должны понимать, что если в этот момент на рынке объявится Банк Японии, то они резко вернут пару USD-свейс выше 105. И это, собственно, чревато практически полной потерей депозитов. Поэтому контролируйте, пожалуйста, риски в отношении пары доллара и японская йена, уж фунта точно. Поскольку здесь мы в ожидании действий со стороны соответствующих регуляторов, которые могут очень неплохо подпортить трейдинговую картину, которая сейчас складывается на наших депозитах. Я призываю вас рассмотреть возможность для длинных сделок по паре USD-йена с ближайшей целью этого возвращения выше 105 йен за доллар. USD-кат также стоит отметить и эту валютную пару, поскольку сейчас мы тестируем поддержку 1.30, но понимаем то, что ослабление нефти может продолжиться и, соответственно, стать причиной дальнейшей девальвации канадской валюты. Мы с вами поставили в качестве следующей цели рубеж 1.32, от него пока не отказываемся. Уже буквально скоро на этой неделе у нас выйдут данные по ОВП, и, как я и отметил в ходе вчерашнего брифинга, мы настраиваемся на очень слабый отчет, потому что увидим, каким образом пожары прошлого месяца сказались на темпах экономического восстановления. О том, что ОВП может просесть, предупреждал нас даже Международный валютный фонд, об этом говорил и Полос, который является руководителем Банка Канады, но об этом знаем и мы. Поэтому 1.30, насколько бы сейчас не хотелось выйти из пары, я считаю то, что нужно все-таки поддержать эту позицию и настраиваться на тестирование сопротивления 1.32. По другим валютным парам без изменений, OutUSD 0.73.95, чуть мы снизились с прошлой торговой сессии, идем на 0.70, NZDUSD 0.70.67, что касается пары USD с Visi, то здесь мы выросли больше, чем на 30 пунктов с прошлой торговой сессии, и актуальные котировки 0.97.64, также имеем в район паритета. Из важных событий сегодняшней торговой сессии, в 11.00, буквально через час, выступление Драги, которое по-прежнему посвящено теме Брекзита. Но пока никаких серьезных заявлений со стороны руководителя Европейского Центрального Банка вряд ли последуют, нужно, чтобы ситуация немного устаканилась, но мы все равно знаем, что он хочет сказать, но пока воздерживается. Это, конечно же, намерки, а может быть и фактические действия по доп. мерам экономической поддержки европейского региона через, опять же, снижение ставки либо расширение программы количественного смягчения. В 15.30 сегодня ВВП США, важный макроэкономический релиз. Судя по прогнозам, трейдеры прогнозируют увидеть хорошую цифру о том, что ВВП может вырасти, говорила Джанет Хиллен в ходе своего выступления на прошлой неделе. Да и мы знаем то, что есть сейчас, с учетом последних макроэкономических отчетов, все предпосылки увидеть с пересмотром хорошие данные за первый квартал, настраиваться на очень хорошую цифру во втором. Что касается повышения ставки. Поскольку дело дошло до Брекзита, действительно вероятность того, что ФРС пойдет на подобные меры до конца лета, крайне низка. Сейчас даже обсуждается, будет ли вообще предпринято подобный шаг до конца 2016 года. Вероятность резко снизилась. И поскольку ФРС обычно подвержен тому, чтобы дождаться ухода с рынка всех факторов нестабильности, если эта позиция не изменится, то нам придется еще подождать как минимум полгода, прежде чем ФРС проявит решительность и наконец-таки пойдет на повышение косочных ставок. Но все может быстро измениться, тем более, что американская экономика по-прежнему остается весьма стабильна, к глобальным рискам. Давайте следить за статистикой. Если она уже будет по-прежнему придерживаться тренда восстановительного, тогда мы продолжим спекулировать на тему ужесточения монетарного режима. Пока по USD-иене мы с вами уже разобрались с косочными целями. ПОП сегодня ждем хорошую цифру. Я надеюсь, что она как раз подтолкнет рост пары USD-иены и позволит нам оказаться уже в уверенной позиции, направленной на усиление. И дальнейший рост американца против иены. И в 23.30 этот отчет по АПИ по запасам нефти США ждем фактическую цифру. Даже несмотря на прирост сильно не, скажем, беспокоимся, поскольку ситуация с Брейзетом она создала уже хороший фундамент и настроила трейдеров на негативный лад. Кодовое слово на сегодня. Распад. Величина бонуса 14%. Это бонус на пополнение, чтобы воспользоваться им. Достаточно связаться с вашими персональными менеджерами и, соответственно, обменять этот бонус на пополнение. Не забывайте о том, что все видео доступны на нашем официальном канале на YouTube. Заходите, подписывайтесь, оставляйте комментарии и ставьте, конечно же, лайки. На этом все. Большое спасибо за внимание. Увидимся в ходе завтрашнего брифинга. Хорошей вам торговой сессии и попутного тренда. Всего доброго. До свидания.